Девушки отдыхают Не смеяться, надо сказать Кто где что был, кто как что Себя чувствовал, в общем Ну я тоже себе в субботу Друзьями позволил выпить Тоже пришлось в воскресенье Поболеться, из-за этого у меня там Не очень Получилось совершать упущенные там Моменты с видео То есть я сейчас там Я сейчас не могу сказать, какой день я снимаю Наверное, какой-то 103 Скорее всего день сегодня На данный момент, наверное, выложен только 99 В общем Что сказать Готовимся, погода испортилась Выходные дожди были Налило так сыро Вот под зелом лужа Здесь лужа В общем, все в работе Все ремонтируют сортировку Дядь Фейк ругаем ходит Что? Кору? Ну на вообще не ехал Что, отрегулировал сцепление? Ага Чего бы вольмей Ну чай Глядь, там это Набьюмки уже со вторым Кружим Ага А ты что выезжаешь Так Так, ладно Мы чем занимаемся Я начал откручивать Всю панель Чтобы установить себе Новый переключатель поворотов В общем Вот, видишь Меняю Чуть я не пойму Удеть, Фейк Ага Из ручки два провода выходит Так она и есть Только где фишка находится Блядь А что же надо перед тоже откручивать Наверное придется Чего вот эту Переднюю панель открутить Так вот на все это дело Так Электрод Здесь вот под хомутиком спрятано Ну ладно Сейчас разберемся В принципе Сделано в Белоруссии Написано А на моем Что написано? Сделано в России Я не думаю Что качество Белорусское От российского Чем-то отличается Лада Сейчас я все это демонтирую Кстати Пока тут все это снято Можно что-нибудь помазать Вот у подшипника Может и не стоит Лишнюю грязь Пыль разводить Ладно Сейчас надо добраться До фишек Вот до этих Они где-то Где-то под низом Вот под этой Наверное Панелью Да Панелью я не ошибся Но особо Отодвинуть ее не получится Вот максимум На 10 сантиметров То есть я ее могу Отодвинуть То есть придется Искать фишку Где-то там Внизу По проводу Ну ладно Сейчас откручивает блок Поворотный Падлом У меня очень тугой Вот Ломает его Как правило Как раз Вот Подверстие Откуда выходит Вот два провода Которые идут на сигнал Так сказать Вот они Как раз И Все дело Гортит Отверстие Ну ладно Сейчас мы Это дело Попробуем Все Раскрутить Так Ключки Ключки Придется Мне наверное Вылазить Идти с другой стороны Ключики Искать Так Наверное У меня ничего не получится Крутить Да нет Вроде бы Ага Сейчас руку Здесь придержать Другой Ключечку Можно будет Открутить Другой кстати качество белорусского от российского знаете чем отличается так кабина мазовская то этот поворотник у него верхний корпус из какого-то металла сделаны которыми привезли запас полностью пластиковой вот главное уже отличие модели так ладно верно найти два стекера так вот первым таки наверно вот это вот он будет у нас так ну вставил я вроде бы фишки сеть это ручка сигналит поворотник в одну сторону работает а другую нет в чем проблема смотрю как так в общем друзья к лёхе подошел лёх посмотрел говорит хер занят Серёха надо разбираться долго он занят дядя Витей тем что сортировку ремонтируют ну я смотрел и решил я сделал безумную вещь перекинуть рычаг с нового переключателя на старый в общем я это фактически все сделал уже целиком и полностью вот это старая часть вот эта часть нового переключателя почему потому что вот здесь вот сломана пластмасса такая такой бегунок пластмасса сломанная у него направляющая обломана здесь вот здесь вот новый то есть вот он теперь все попробуйте смонтируйте посмотреть что у меня получилось там приехали химики противогаз в наделе смотрю обрабатывать склады будут от вредителей от грызунов наверно от еще различных тварей вообще человек облачился весь полностью ну что-то наподобие ОЗК химической защиты костюма тогда помню приезжали они к нам ребята у них были такие реактивные установки специальные две пушки в этот раз как пить специальный ранец с трубой и с баком на спину рюкзак уйти одел вон пошел в склад да уж работенка тоже мне не самых приятных работ и на той человек который мне кинул бляха муха вот это нахлая рожа и посмотри блять нахлая рожа ладно надеюсь у нас все получится сейчас подлезть до пропихнуть да тихо ты вот когда маша ключа тут тоже снизу небольшое отвертие сделало не очень удобное да мы легких пути не ищем, не получилось подсоединить новый переключатель, мы перебрали из двух, один пропихивайся не, не работает все равно все равно не работает, даже все что я перебрал не работает ну и ладно, будем искать другую причину, не работает, а где не контактить я не знаю пока что, будем глядеть поворотники, может сейчас поворотниками то, может лампочка оказала приехали в общем с обеда и начался дождь мерзкий и у меня одежка оказалась на улице, ну ладно, пойдемте на разбойку пока посидим, я одежку сразу закинуть прибежал испытание шкива собратого только все им поставили а должен по идее шире ставить ремень, да, Серега? нафиг ручей, да? а почему такое? а из старого бросать, что ли? нет? ну что, нормально? нормально, вы что-то трясет, ничего не трясет даже вроде нет вот эту хуйню меняли, да? вот эту да, ну то есть внутрю самого шкива Надо было, чтобы всё готово. Ну да. Вид создали, да? Ну да. А мы с Серёгой такие брёвные таскали. Сейчас въебёт. Чё? Да, пошёл. А это не чугунная хуйня? Нет, я заебался, она какая-то калёная. Дим говорит, а внутри? Говорит, ты пальцы потрогал, там внутри не хуй было. А, ну ладно тогда. Внутри имидж проварить? Да. Куда она нахуй денется? Опора болеть. Ну она промежуточный просто. Диски разделяет, она фактически. Ну разделяет, а тут, видишь, она вал диск, то есть она ведёт. На нашей квадратный вал. Ну да, да, да. А здесь, получается, она как бы сама. Ну да, главное, чтобы затянуть всё было нахуй. Ну правильно, да, квадрат зацепление от неё. Всё. Дождик, наверное, сейчас нам ебанёт. Ну, с костяном занялись тем, что компрессора два перебираем. Точнее, с двух один пробуем. Есть старый Зиловский компрессор, на котором, в общем, отсутствует вкладыш. И я задратый коленвал. Вот он, Зиловский. Он, в принципе, хороший, качает хорошо. Есть старый, вот этот вот, Мазовский. Он в плохом самочувствии. Костян, кстати, выбил только что коленвал с него. Ты выбил, да, Костя? Один выбил, за честь надо, потом убил остальную. Ага. Тебе большинки менять по любому придётся искать. Думаешь, менять их? А, думаешь, нет? Ну, а что собирать её со старыми, что ли? Так не болтается, мне кажется, да? Ну да, а так-то они вроде. Бля, ну здесь тоже башку снимать не будем. Так засунется. На этом. А? На этом башку снимать не будем. Пока нет, серьёзно. Я понял, что сейчас въебёт. Сейчас въебёт. Пойду я одну прикрою, а то мне там чуть-чуть приоткрыться. Ладно, сейчас будем рождать дождь. Потому что он уже над нами. И там он уже на горизонте всё белое. Вот он и дождичек. На этом день и закончился, друзья. Дождь не принимался три раза, получается у нас с обеда. Немножко прошёлся маленький дождь, который все испортил мои планы. Залезть под масс, протянуть кардан. В общем, да и вообще выгнать масс. Потому что асфальт был мокрый и мне уже смысла не было особо выгонять. Поэтому я начал помогать Костяну перебирать два компрессора из двух один. Ну вот, начался дождь. Вообще всё испортил. Потом вроде бы он прошёл. Мы пошли, поработали чуть-чуть. И подтянулась ещё одна тучка, которая вообще закончилась хорошим ливнем. Который шёл минут десять. Мы под ним ехали на УАЗике сейчас. Ну, пока мы доехали, он уже закончился. Ну, в общем, день как-то прошёл. Не ахти. Плодотворно. Кто-то прицепил жатку на комбайне Доне. Кто-то, наоборот, только отцепил. Серёг там тоже меняет транспортер в наклонной камере. Сегодня отцепил жатку. Ну, в общем-то, как-то день прошёл так. Ну, ладно, друзья. Надеюсь, завтра будет намного удачнее. Всё. Всем спасибо, друзья, за внимание. Оставайтесь с нами. До завтра. Всем привет. Сегодня у нас 14 июля. Не успел быть я на работу. Как на улице дождь идёт. Блин. Число 14. Дел-то к уборке. Движется. А у нас дожди начались. Что не есть хорошо. В 13-м году мы 12 числа уже пробовали молотить. Ну, в том году мы начались за 20 число где-то. 23-24 число июля. В этом году, видать, начнём где-то так же. А может быть, даже позже. В общем, погоды не было препятствовать. Сейчас жару бы 25-30. Это да. Ну, а с плюс 15, плюс 17 и с дождями, это пустой номер. В общем, всё так затянуто, с небольшими просветлениями. Наверное, так и будет везде им жить. Местами. Дождь. Да уж. Неприятно. Занялись и вчерашней проблемой. Переборкой компрессора на МАЗ Константина. В общем, из двух хуёвых компрессоров пытаемся сделать один менее хуёвый компрессор. В общем, проблема заключалась в том, что Костянов компрессор уже практически не качал в воздух. А у компрессора с мотор, который купили по весне, хорошая компрессия, но херовый коленвал и хреновые вкладыши. Под ними же, в общем, под штунами. Что мы сделали? Мы с Костянов компрессора скинули вот этот коленчатый вал на тот вот зиловский компрессор с рёбрами, который сняли с мотора, купленный весной. В общем, так что вот забили коленвальчик. Подшипники оставили старые. Они вроде не болтаются, более-менее нормально. Ну, не тоже более-менее. Вообще, в принципе, нормально. Потому что сейчас качество подшипников новых. Оставляет желание лучше оставить у старых. Если у них нет люфта вообще. Сейчас задача, чтобы вырубить прокладку. У этого зиловского компрессора снимается головка. Ну, на Костянов он не снимается. Точнее, вру. Головка снимается у обоев. Не снимается цилиндр. Пара цилиндров. Здесь вот она снимается. Поэтому намного удобнее работать. Не пришлось себе головку, чтобы прописывать поршня наружу. С целью изъятия коленвала. Сейчас вот осталось под последнюю крышку вырубить прокладку. Ну, а что сальником его делать? Сальник надо ждать, блин. А он купит, думаешь? А он купит сальников? Ну, туда искать. Надо ему, говорит, номер. Он уехал. Вот, может, уехал, блин. А может, с другой крышкой посмотреть сальник Костя? Там ты уже набил? Да. Там вот в окусальниках, какой, блин. На твоём-то. Остался. Он же яйца. Ну, я понял. Это твой, как раз, и есть твоя крышка. Да, да, да. Он не пёк, но он уже в гонцах нашел. Он не пёк, но он уже в гонцах нашел. Так. Так, так, так. По идее, можно вот ко всем соединять уже нам. Сейчас только осталось вкладыши посмотреть, куда какие подобрать. И вот он немножко Сурбут и правда, но с ним с ним... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прокладочка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok только курать равномерно пронизан толстый притяните как я помню на плитугая было в общем компрессор костяну собрали он поставил мусором отверг недоволен воздух вроде бы идет но давление не показывает то есть нужно у давления все равно нет как бы я вывел масс слил воду после дождя с кузова за мастерской выезжал подлез прошприцевал карданный вал на шлицах крестовины мазнул вообще слез слез туда ну чё ну а вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас хотел глянуть, как у меня чувствует фильтр, а именно фильтрующий элемент. А он у меня чувствует себя не очень, потому что он весь серый. И если он вообще есть, я его заменю на новый. Костя новый поставил, дядь Федер, либо тоже. На сколько там, на 17, наверное. Вообще тучки ходят, дождик рапит понемногу. Кассета здесь одна, никак на тракторе. Ух ты! Пойду гляну, может найду фильтрующий элемент и заменю его. Вот здесь надо под резинку подчистить. Да, нашел два фильтра, целых еще лежали там. Вот один запас еще остался. Так что я с новым фильтром. А это можно использовать вместо стула. Сидеть на нем. В перерывах и в перекурах. По костюм компрессору скажу то, что все-таки у него один поршень качает хорошо, а второй херовый. Я еще понял, когда мы его собрали уже, прокручивая за шкив, то есть подставляя палец под выходное отверстие воздуха. То есть чувствую, что один поршень выпускает сжатый воздух, а второй как бы слабенько так. Фактически проходит большой круг. Точнее два круга уже. И тут опять давление нагоняется компрессором. В общем, не знаю, что получится, Косяна. Новый компрессор дорогой и очень зачастую с браками с большими. А бывает такое, что мы попадали, что привозя нам компрессор, он оказался просто-напросто с ремонта. Покрашенный по грязи, по мазуту, внутри весь черный. И в общем, ничего хорошего тоже не бывает. А компрессор стоит, наверное, около десятки. Тысяч в восемь лет точно. Сначала начался дождь. Ладно, поставим фильтр сейчас. Успеем, надеюсь. Все, упаковку с него снимем предварительно. И там уже на обед надо собираться. В общем, все было жило. Вон там чуть виден просвет. А так уже больше полчаса дождь вливает. Сидим в будки. Надо посмотреть, литол у нас кончился или не кончился. Куда-то потеряли литол весь. А так какой бачок был у них еще? Вот такой кордонный? Ну что, он следов привозил что-то? Да. Ну, может, здесь вот полохаем. Подожди, наоборот. Нет, туда никакие. Вот здесь, Петрович, отгряди. Сюда. Куда-сюда. Здесь все с них. Подожди. Я что-то с ничего не вижу. Ну, это там, где же он был, стоящий был. Две такие. А я такую-то вообще первый раз вью, что фанерную привозил. Я думаю, два ведра пластмассовых кончил. Одна пластмасса была, одна такая. То же пластмасса была, я видел. А там все видала, а больше нет. Вот этот следовал, да? А тут был? Да это что-то пластмасса. Насосал. Она раз под водой была? Да, я проносил, блядь, и жгал. Да нет, солярка пластмасса, хуйня. Комбайн была. Где-то вот наполоскнуть ее. Нету, ёбка, я лежу, старай, босик-то. С вагончиками стоит, ничего, ты глядил, блядь. Сбоку. Погляди. Я вот где старайк-то дает. А с комбайном так никто не брал, блядь. Может поставил, кто, блядь. Так, время три часа. Вроде бы процвет образовался небольшой. Так, что я сделал до дождя? Я вскорвал плечок на коробке и смотрел зазор. Дядь Федя позвал. Ну, дядь Федя мне все объяснил. Популярно сказал, что ничего тут утрех не надо, все тут тебе нормально. Мне больно. Мне не нравятся выжи. На педали сцепления для меня он казался очень очень большим ходом. Свободный ход был маленький. Ну, в общем, сказал, что у него так же выжимной. Там фактически зазор минимальный, но не крутится. Сказал, что все нормально. Ну, старшим надо верить. Не всегда, но иногда нужно. здесь Федя поверил. Решил ничего не трех. Вот чехолик едить. Пу-пу-пу. Вообще, надо перебраться тут. Будет как-нибудь. Вообще, у меня там еще есть дела, но эти дела нужно подъезжать туда, к вагончику и протягивать болгарку. Там у меня есть этого болта, который нужно срезать и вставить другие новые. Затянуть хомуты на фильтр воздушный. Прослаблен. И там шпилька на штанах. На трубах. В хлопных газах, так сказать, от кальторов. Потому что длинная шпилька болтается, ее не затянуть и как ее надо срезать гайку и новую. Приворачивать. Прогоняй перед этим резьбом. Так, что тут у нас есть? Ну, что отверточек. эта запчасть не нужна. Ножичек. Ножник Ци. Ножик. Замок. Тоже неплохо. Клавиша. подчипник. Подчипник. Датчик. запчастник. фибры, помпы. Всякие-то резинки. Еще резинка. Подчипник. Это на ролик. компрессор. Компрессор. Еще один. Что-то замка сжигаешь, что я пойму. Штуцер. В общем, не пойму, какой-то хлам здесь. Надо все это дело половину подчистить. Масленки. Плема. О, покрыт меня 150-й, только она, наверное, уже не притянет. Тумблерок. Заглушка. Датчик. Фу. Как на лампочку датчик-то похож. А может, температурный? Не знаю. Тайная гаечка. Стопорное кольцо. Ладно. Сейчас какого-нибудь проведем это время с пользой. Срава сырый. Я уже переоделся. Неохота переодеваться. Ничего. Подогонять тоже не буду. Я, в принципе, туда масса сейчас. Всем будем заниматься оставшимися делами завтра. Направляемся по лужам, по грязи домой. Задержались мы, посидели, отметили еще одно июльское день рождения. Сегодня Максиму Сергеевичу исполнилось 30. и мы тоже поздравили. Что я делаю еще раз. Поздравляю с днем рождения. Всех мобулах по жизни. Всего-всего самого хорошего. Пускай его мечты сбываются. под хорошим проливным дождем, продолжавшийся, наверное, больше часа мы просидели в УАЗике. Грохот стоял, блин, по этой крыше железной. долбил. Ну, ничего. Сейчас вроде закончился. Везде лужи страшные, грязь. Но сейчас вот с другой стороны вроде бы мимо, но не знаю. Еще один циклон идет. Не знаю, застанет у нас или нет. Тучи такие синие, синие, синие. В общем, вон, видите, что очень неприятное явление. По идее, через недельку нам уже надо выезжать на уборку. А у нас дожди льют. В общем, будем надеяться, что эта неделя пройдет, погоду сокраится, и мы сможем начать обмолоть зерна. Все, друзья, на сегодня увидимся завтра. Спасибо, что были с нами. Всем пока. До новых встреч.